Ушедшему сентябрю посвящается. Сентябрь, ливни без просвета. Нас осень любит без ума. Мы ждали, Ждали бабье лето, настала бабья зима. Какие стихи, Евгений, какие стихи. Браво, Женя, браво. Всем здравствуйте, я хочу поздравить вас с началом второго месяца, 1 октября на ваших календарях, четверг. Как ни странно, в эфире программа «Новый день» Евгений Зимник, Яна Попова, Владимир Бостых, здравствуйте. Всем здравствуйте, 1 октября отмечается День пожилого человека. Это очень важный праздник. Мы поздравляем всех наших ветеранов, пенсионеров, наших бабушек, дедушек с праздником, дорогие наши. По идее, Ваня должен был вести эту передачу. Он сейчас следит и записывает очень важный номер телефона. А все потому, что в этом году из-за пандемии декада пожилого человека, она немножко видоизменена. О скидках, бонусах, о бесплатных процедурах вы можете узнать по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Ваня, ты тоже обязательно запиши. Ну а мы сегодня вам расскажем о кинопремьерах этой недели, в рубрике Васи Татарова «Я это видел». Также Женя Зимник сегодня возьмется нас учить в рубрике «Акцентология». Женя! Ну а в конце этой получасовки вас ждет, конечно же, что? Гороскоп. А прямо сейчас New Day Games, ваши любимые. Давайте начинать. New Day Games. Мы продолжаем далее. Наша рубрика New Day Games. И игра будет сегодня называться «На все согласные». Ого. Ребят, смотрите, задача такая. Мы из названий известных групп убрали все гласные. Там остались только согласные. Вам нужно попробовать отгадать, что же это за название. Музыкальная группа? Да. Чай вдвоем? Да. Да, Вова. Он подглядел и видел. Да, я видел, поэтому это не считается. Да, это сразу понятно. Чай вдвоем. А, в смысле, там ответ правильный еще был? Вот. Смысл понятен? Да. Тогда помечали. Кто первый отгадал, тот прям кричит ответ, тому записываем бал. Или кричать «Я просто». Нет, просто ответ сразу. А что будем перекрикывать? Помните, все у нас честно. Все результаты фиксирует Белорусский центр избирком. Брянские бабушки. Блановские бабушки. Блановские бабушки, да. Они приехали с гастролей из Брянска. Вова зарабатывает 1 балл. Это тяжело. Хоу турецкого. 2 балла у Вовы. Да он все подглянул, он видел. Ну все, дальше. Он вел эту программу. Это дома. Понимаете? Если вы видите эту программу в 2 часа дня, то в 8 ее, когда Вовы вел, он видел все ответы. У меня на ее в голове. У меня голова долго соображает. Я не виновата. Так, все, Вова чуть-чуть притормози, пусть Яна подумает. Вот что это такое? Нечастный случай. Да. Я вообще не понимаю. Третий балл. Так. Яна попробуй. ТП, ТП, Аяну. Я не понимаю. А что значит ВООТП? Ээээ. Тормозная. Это пятые мошенники. Молодец. Ты бы не догадался. Как? Ты бы не догадался. Так. Поехали дальше. Гости из будущего. Молодец. 3-2. Можно прям пытаться прочитать согласный, тогда получается название. Премьер-министр. 3-3. Молодец. Вот ты как быстро догнала эту Вову. Тебе нужно поставить стрессовую ситуацию, чтобы ты начала соображать. Ладно. Попаганда. Да нет. Тебя нужно поставить стрессовую ситуацию, чтобы твой соперник перестал отгадывать. Он просто быстрее говорил. Это нечестно. Невнятно. Да. Варпаганда. 4-3. Серебро. Да. Сбербанк хотел сказать. Правильно говорит Сбербанк. Сбербанк, да. Оооо. 5-3. Ласка в майк. 6-3. Да не честно. Интересно, наши зрители успевают хотя бы прочитать. Людям-то прочитать. Людям-то прочитать. Людям-то прочитать. МДТ. Балаган-лимитед. Я общеника в жизни бы не докаталась. Что у них есть песня? Ты же мне крылышки приставил, сам же их я палил. Полюбить меня заставил мою молодость. Балаган-лимитед. А еще ты мне... Крылышки приставил. Весен в песню. Да. 7-3. Продолжим. Бандерас. 7-4. Молодец. Прям чувствуется, что я на 5 начала стрессовать. Опять включилась в игру стрессовать. Дискотековария, да Вова. Молодец. Дискотековария. 7-5. Так. Начали снайперы. Ну да. Да. 7-6. Как много надо человеку для счастья. Посмотрите, как сидятся глаза Яны. Прям как ее сережки. Это был последний слайд. 7-7 считай. Вова с небольшим преимуществом победил. Но у нас была сейчас игра просто такая, можно сказать, развлекательная. А в акцентологии мы с вами уже сыграем на определенный кон. Все это впереди. Жень, ну теперь я сел на твое место. И у меня тоже есть для вас кое-какая забава. Я решила поэкспериментировать. Теперь я сел на твое место. Я редактор. Все. Во, вот ты говори. Смотрите. Я воспользовалась нашим с вами уже любимым приложением FaceUp. Градиент. Мы постоянно в программе как-то из себя там кого-то делаем. Можно я скажу? Давай. На самом деле, я просто случайно купила годовую подписку туда и теперь по всем фронтам пытается использовать. На самом деле не случайно, но купила. В общем, я взяла фотографии. Поскольку сегодня день пожилого человека. Я взяла сегодня фотографии возрастных звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Искусственно в программе их омолодила. И хочу, чтобы вы сейчас догадались, кого я омолодила. Можно сразу? Я предположу, что это Ваня Комельков. Нет, не похож. Это из звезд? Да, да. Ну, если честно, вот этот чувак похож что-то среднее между Ласковым Маем и чуваком из группы Корни. О, у меня есть вариант. Это Макаревич. Нет. Это не Русь. Отец зарубежного бизнеса. Ну, из этой группы. Как она? Квин. Из Квин. Ладно, это Брат Питт. Ответ. Это Аль Пачино. А, я даже... Это... Вот так вот. Я не очень нравится. Следующий. Это кто? Это кто? Это очень узнаваемый. Очень сильно. Это, знаешь, который этот... Плохой супергерой. Это как его? Дэдпул. Как его зовут? Ну, нет. Нет. Не знаю. Это Райан Рейльност, ты думаешь? Он же не пожилой. Это не Дэвид Духовный. Это Ричард Гир. А, я понял. Это Ричард Гир. А, я понял. Это Ричард Гир. Нет. Не, 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 не Роберт Данира. Он такой, злодеев еще играл бывал. Ну, кто, кто, кто. Нет, не трогал. Предположение. Я не помню. Ну, не очень похожа улыбка нос. Да, да, да. Вот по улыбке я узнал, но я не помню. Жан-Поль Бельмонда. А, нет. Почему ты, Яна, считаешь, что они очень похожи? Я не знал. Улыбка, нос, вообще один здесь сохранилось. А ну-ка, нос назад сделай. Ну, вот по отдельно, если тебе показать улыбку и нос, ты никогда не отгадаешь человека. Следующий. Кристиан Роналдов. Ну, вы должны его угадать. Я напоминаю, что это возрастные звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Это Неймар? Неймар? Ну, он разве возрастной Неймар? Ну, здесь он, явно молодой. Это Арнольд Шварценеггер? Да. Как ты догадался, Вова? Верно. Это Арнольд Шварценеггер. Вове подсказал, как будто Вова внутри. Да? Нет, это внутренний голос. Похож, да? На самом деле. Слушайте, программе нужно отдать должное. Она очень классно омолаживает. Даже нет никаких следов фотошопа. Программе нужно отдать должное. Она классно омолаживает, но совершенно не похожа. Ну, не знаю. Следующий. Хорошо, что этот конкурс мы не стали делать в прямом эфире. То вообще никто бы ничего не получил. Давайте. Да. Подсказку дам. Это красавчик всех времен и народов. Бредфит. Нет. Даже девушки по нему. Женщины, бабушки. Я понял. Он уже был. Чилинтана. Да, это Аллен Долон, верно. Я вообще его не узнал. Его любят девушки? Нет, Аллен Долон, да. Женщины, да. Он был эталон красоты мужской очень долго. А это связано с мешками под глазами? Ну, он же уже пожилой. Нет, сейчас он такой. Однажды был проведен социологический опрос, с кем бы вы хотели провести ужин. И вот там Аллен Долон был на первом месте. Он был молодой, очень красивый. Примерно вот такой. Это кто? Ну, Бредфит это. Ну, нет. Ну, как вы его не угадали? Ну, очень похоже лицо. Ну, сильно. Я на каждый раз так удивляюсь. Ну, прям сильно. Ну, как вы его не угадали? Я думала, сразу вы его угадаете. Брюс Уиллис. Верно. Вы заметили? Что у него брои такие, как модные сейчас. Нет. Вы заметили вот что-то такое вот в нем необычное? Да. Он не лысый. Он же сразу лысый. Это, по-моему, это фотошоп, мне кажется. Потому что все остальные фотки он лысый. Как будто ты специально фотошоп сделал. Ну, еще может парик быть? Ну, не похоже на это. То есть ты нас запутала? Ты взяла от фотошопа. Я специально такую фотку взяла. Ну, я не знала, что она от фотошопалена. Просто необычная такая фотка, четкая. Следующий. Это вообще никогда не догадаетесь. Это же еще? Нет. А, это Рустам из Дома-2? Нет. Все, где Зверев? Это очень известный голливудский актер. Возрастной. Вы смотрели фильмы с ним. Вы, может, это был фанатом. Да, похож на Рустам из Дома-2. Помните, когда май, когда солнце? Рустам не возрастной. Да, вот такой темник на него похож. Как вы думаете? Рустам солнце. Это зарубежность. Мы голосуем за Рустама Солнцева. Ты делаешь, что хочешь. А, я понял. Это порно, который снимался, как его? Рэмбо? Сталлоне. Еееее. Он снимался в Хорно. Ой, как он плохо выглядит сейчас. Бенус. Это скриншот с видео просто. Следующий. Это... Давайте посерьезнее, ребят. Ну. Если посерьезнее. А, вот это, кстати, знакомое лицо. Ну, ну. Это этот, как вам. А, я понял. Это сейчас, который у нас Жерарди Пардье. Да, это Жерарди Пардье. Еее, верно. Женя, у тебя уже целых два настоящих балла. Знаете, как он он назвал в России? Жапардье. О, так он же русский. Это же Россия. Следующий. Это Майкл Джексон. Ну, где что Майкл Джексон-то? Ты что, это Джексон? Нет. Явно Джексон. Жень, твои предположения. Вот я прям очень узнаю вот эти черты. Может быть, Гаррик Мартелься? Нет? Похож, кстати, но нет. Это Джексон. Это Жен-Клод Ван Дам. Нет. Вот очки его смутили, потому что они сразу отвлекают. На самом деле похож. На самом деле... Ну, смотрите. Нет, нет, просто вот я с обидом, мы сейчас видели, что он сидит на шпагате. А ну-ка еще раз. Мы бы отгадали. Следующий. Наконец-то дошли до звезды отечественного нашего бизнеса. А, это Маршал. Какой неважка. Это Александр Маршал. Все, конец. Молодцы, ребята. Все тоже. Плохо вы сегодня, конечно, справились, мне кажется, но несколько человек угадали. Спасибо. А кто победил? Я думаю, что ты. Аблодисменты. Вова, как всегда, проиграл. Вся перебивка. Я, ребята, на дворе у нас 1-ое октября. Зацените, какой у меня прикольный микрофон. Мороженое сладкое. Сегодня, кстати, международный день сладкого мороженого. Ребятки, у нас на дворе новые фильмы, новые кинопремьеры. Я поздравляю вас со вторым месяца осени. Давай подробности прямо сейчас Итак, первая картина, с которой мы хотим начать наш обзор Это впервые, наверное, в всю историю передачи, когда я начинаю с мультика Самая мохнатая, точнее, самая разношерстая семья спасает мир Мультик называется «Семейка Бигфутов» Очень хороший бюджет, очень хороший режиссер, сценарист И вообще, в принципе, это хорошая картина с рейтингом 6+, можно пойти с детишками Итак, давайте я расскажу о нем подробнее далее Все семьи разные, но это самое разношерстное Папа когда-то превратился в Бигфута, неясно, как он превратился, ну да ладно Узнаем, наверное, в мультике Сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных The Animal Так еще в доме вместе с ними и с мамой живет целый зоопарк Огромный медведь, неутомимая алкобелка Беспокойный голодный енот И его множество очаровательных детенышей Маленькие енотики Живут все с папой, без мам Печально Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобилась помощь Вся семейка Бигфутов со всем вот этим зоопарком Грузится в тачку и отправляется в большое путешествие И покажет всему миру, на что способна их команда Мощно, классно, ярко, незабываемо Если с ним что-нибудь случится, станешь ковром Ковром? Смотрите в кинотеатре Итак, вторая картина 18+, сразу по жестику пойдем Называется «Капонное лицо со шрамом» В оригинале звучит она «Гэнгстер» Наши же решили добавить экзюминки Кинопрохватчики решили добавить старое название известного фильма Итак, здесь у нас «Канада-Юосей» В главных ролях Том Харди И самая неизвестная история известного гэнгстера Америки Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма бабла Итог всей криминальной деятельности замитого мафиози По всему дому были расставлены разные жучки, прибаучки Чтобы как-то все это дело зафиксировать и поймать его с поличным Чтобы у него не было никаких предъяв Точнее, у его юриста Под подозрением каждый член большой семьи Капоне Удастся ли спецслужбам добиться от не теряющего память гэнгстера Информацию, где и про каких обстоятельствах он спрятал деньги? Если я безумен То почему вы всегда на шаг позади? А давай типа я в лесах Ну типа вот так вот Вот так вот кадр будет А я типа в лесах Или гон Итак, давайте третий фильм, который я отобрал для вас Более-менее смешной Называется «Честный кандидат» Актуально было бы недели так две назад Итак, за каждым честным кандидатом стоит поистине великий лжец В главных ролях Стив Карл, Роуз Бирн и Крис Купер В комедийной мелодраме «Честный кандидат» Что и легендная столичная парочка забыла в городе под названием Олья Озера где-то в Америке Также известного как «Молочная ферма Америки» Что она там забыла? Что? Именно в этом заколустье был обнаружен единственный честный дурачок С железными принципами Идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей Именно за ним охотятся пара элитных политехнологов из враждующей партии Именно ему, такому бравому полковнику в отставке Предстоит сразиться за будущее демократии всей страны А может и целого мира Ну господи, ну везде упоминают вот эту вот фразу А может быть целого мира А почему они не могут ограничиться реально одной страной? И всего лишь один нюанс Сам кандидат еще сам об этом не знает Я говорить с вами честно Без херни, не ругайтесь Здесь моя дочь А девушка с рукой в крови, ваша дочь? Фильм называется Хандра Я шатаюсь по Москве Комедия режиссера Алексея Камынина Итак, рейтинг 16+, ну так, разбавить немного все эти фильмы нашим российским шедевром Это правдивая история троих друзей, которые снимают квартиру в Москве безработный день Встречает беременную бывшую из Красноярска Диджей Виталик теряет деньги за хату А режиссер Леша пытается в месте рекламы и кондиционеров снять артхаутный фильмец Не хватает у всей этой компании какому-нибудь Олега Либо Василия Разобраться с проблемами, друзья, решают киргизы Киргизы? Врачи-сексисты, омоновцы и прочие небезопасные сограждане Все это ради того, чтобы каждое утро проснулся он счастливым Хандра! Тяга почему-то горькая Там еще музыка будет другая и графика Слушай, а давай типа я буду говорить и типа идти танцевать Типа знаешь как Бейонсе там, Шакира Ребятки у нас 1 октября Новый день продолжается С вами была передача Я это видел Вайс Татаров, новые премьеры Мы продолжаем наша рубрика акцентологии ять Сейчас начинается Ребятам нужно будет определить значение слов со старославянского Смотрите, ребят, ну чтобы нам было интереснее, давайте введем спортивную составляющую Давайте тогда тот, кто проигрывает, тот громко поет песню Прям неестественно громко любую песню Прикольно, давай Яна уже настроена на поражение, поэтому Поэтому Вова начнет Глагол, значение Глагол Ну это что, 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 что Это что-то загрузился Что делать, что делать Глагол отвечает на вопрос, что делать, что делать Глагол это говорить Так, Яна Честно, что он все время первый отвечает Глагол это человек, который говорит Ну, вообще, слово, правильный ответ, но Вова, наверное, был ближе. Конечно, конечно. Поэтому здесь мы подписываем букву В и 1-0 в пользу Владимира. Окей, давай, Яна, ты сейчас первая попробуешь ответить. А, что, послезает, разве Яна первая? Ну, ты самому проси вот такие условия. Година или година? Я думаю, година, но я не уверен. К сожалению, мой дед, который мне рассказывал эти слова, он ударение не отрентит. Година, это, мне кажется, ну, это неделя пусть будет. Это имение какое-то. Правильный ответ – это погода хорошая, ясная. Поэтому здесь, ребята, вы не правы, никто из вас. Дальше. Гудец. Вова, ты первый. Это попа. Это губы. Ну, давайте решим вместе коллегиально, была ли Яна здесь близка, потому что это певец. Можно считать, что это? Конечно, нет. Конечно, да. Тогда ладно, все. Пишите буквы уже. А слово и говорить – это не одно и то, это одно и то же. Слово говорить – это очень. Певец и губы – одно и то же. Все равно, что музыка и певец, ты бы сказала. Ну, и то это даже ближе. Хорошо. Длань. Есть ощущение, что я должен был написать дрянь, но диктовал мне Вова. Длань. Давай, ты первая. Длань. Длань. Это часть лица или часть тела? Рука. Часть лица, рука. Рука или часть тела, я сказала, рука. Вова. Длань – это когда у тебя есть время, за которое нужно что-то вспахать. Как дедлайн, только длань. На самом деле. Дедлайн. Барабанная дробь. Правильный ответ – ладонь. Ооо. Яна. Яночка. Была абсолютно. Первый ответ. Она была близка. Она была близка. Она была очень. У тебя не первый ответ. У меня как раз первый был. Ну вот. Так, Вова, ты сейчас начинаешь первый. Вова, не видно. Специально так написал, что было не видно. Дроля. 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 Живот. Чего? Дроля. Ну это какой-то человек. Такой? Да. Ты прав. Ой, нельзя так говорить. Ладно. Такой. Я хотела сказать тяпка. Да. Все, тяпка. Вот я и на две тяпка. Нет, нет. Я ответил еще. Время закончилось. Ну все, отвечай. Итак, мой ответ. Дроля – это… Не выходит ответ. Все, переходит. Пусть я на ответ, я пока подумал. Дроля – это алкоголик. Алкоголик. Так. Ничего не изменилось, я не успела. Ты любое слово скажи уже. Дроля – это человек, который… Пятный ответ, что тебе вообще. …веселит, короче. Который веселит. Балагуртичка. А это милый, дорогой, любимый человек. Так его назвали. Дроля. Поэтому вы можете сегодня своим вторым половинам обратиться, как дроля. Да почему? Ну я же отгадал. Нет, ну некоторым дроля подходит, как алкоголикам. Дроля – мой любимый. Так. Сейчас я говорю? Да. Здоровье. Живот – это здоровье. Вова, как ты думаешь, что такое живот? Жизнь или здоровье, короче. Жизнь или здоровье, или что-то. Нет, ну жизнь или здоровье – у меня два варианта. Они одинаковые. Живот – это, может, когда беременная девушка была? Правильный ответ – это два варианта. Либо это домашний скот, либо это жизнь. Поэтому здесь Яночка вновь… Есть же фраза «не жили». Есть же, есть же, есть же. Есть же фраза «не жалеть живота своего». Есть же, эй. А, ну и сейчас слово «сдатель» расставит все точки над «и». Вова, как думаешь, кто такой «сдатель»? Да ты пока не чемпионка, Ян, мы проигрываем. В этом и проблема. А. Угу. Понимаешь? Сдатель? Сдатель. Ну это тот, который сдает что-то в аренду, например. Это предатель. А, слушайте, ну вот здесь два варианта. Либо это гончар, либо строитель. Вот. Можно считать, что строитель – это человек, который задает в аренду? Мне кажется, нет. Привязали. Но смотрите, у нас получилось так, что меньше всего баллов набрал Владимир, поэтому он в этой игре проиграл. Нет, подожди, Владимир же победитель только. Нет, то есть один проигравший. Вы, Владимир, проиграли, поэтому сейчас, ну вот максимально громко поюте любую песню. Давай. А по темным улицам гуляет дождь. Все, это финальная точка. Мы добрались до дна и проиграли его. У меня еще никогда не было так стыдно в программе. Чуть-чуть раскрасневшаяся Яна Попова, беспринципный певец Владимир Быстрых и я, Зимник Евгений. Пока. До свидания. Это не самый простой день. Многие проведут его в неприятных размышлениях или воспоминанию о сложных моментах. Рак. День удачен с финансовой точки зрения. Есть шанс неплохо заработать. Заключить выгодные сделки не исключены ценные подарки. Лев. Не стоит идти на риск или всерьез рассчитывать на то, что справиться с серьезными задачами удастся благодаря везению. Дева. Вам предстоит принять участие в увлекательных делах, стать непосредственным участником головокружительных событий. Весы. Вы хорошо справитесь и с решением давно знакомых задач и с совершенно новыми проектами. Скорпион. Чем больше вы будете заниматься чужими делами, тем лучших результатов добьетесь. Справиться с собственными окажется несколько сложнее. Стрелец. Напряженный день. Вы попытаетесь найти простые решения для всех возникающих вопросов, но это не всегда удастся. Козерог. День подходит для совместной работы, объединения усилий. Вы отлично поладите со всеми, чьи увлечения и интересы разделяете. Водолей. Могут возникнуть разногласия с руководством. Будет нелегко достичь компромисса по важным вопросам. Рыбы. Благоприятный день для оформления документов и контактов с представителями государственных организаций. Не стоит забывать также об отдыхе.